В 2017 году свое 90-летие отмечает ДСААФ. Организация, созданная как общественная помощь армии, авиации и флоту, сегодня выполняет одну из важнейших миссий – воспитание патриотизма в рядах молодежи, привитие чувства долга и служения Родине. В рамках празднования своего дня рождения ДСААФ в России организовал масштабное мероприятие – комплексно-международный комбинированный пробег с востока на запад России общей протяженностью 12 тысяч километров. Маршрут пробега прошел и через Славянский район. Стартовав 5 июля во Владивостоке, проехав через города Дальнего Востока, Забайкалье, Сибири, Урала, Поволжья, Волгограда, международный комбинированный пробег прибыл на Кубань. 14 августа его участники встретились с молодежью и членами общественных объединений патриотической направленности Славянского района околоместного отделения ДСААФ. Это мероприятие совместно проводят ДСААФы России и Белоруссии. Проехавшая всю страну колонна, попав на территорию Южного федерального округа, разделилась на два маршрута. Первый закончит свой марафон в городе Героя Севастополя, а второй уйдет на запад и финиширует у историко-культурного комплекса «Линия Сталина», расположенного близ Минска. Мы взяли на себя такую символическую миссию, как собирание российских земель. Со всех регионов России, в том числе из тех, в которых пробег не проходит, представители региональных отделений ДСААФ России привозят частички своей земли с памятных и святых мест этих регионов. Позже эта земля будет заложена в нишу памятника святого Владимира в Севастополе. Кроме того, автопробег везет с собой еще одну святыню – икону Покрова Пресвятой Богородицы. По завершению митинга всесобравшиеся смогли приложиться к иконе. Главной целью пробега является объединение на патриотической основе всех поколений нашего Отечества, а также укрепление сотрудничества и взаимопониманию между народами. Участники пробега пожелали всем собравшимся хранить память о тех, кто отстоял нашу свободу, молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни и быть готовыми к воинской службе. После митинга все участники возложили цветы к памятнику Пушка в Славянске на Кубани. Следующая остановка пробега – музей под открытым небом «Военная горка» в городе Темрюке.